Вова, расскажи, ты ездил в бывший СССР и встречался там с людьми, которые нас, немцев, знают только в черном. Расскажи об этом. Да, это была интересная история. Вы можете посмотреть о ней на ютубе, на Аньгюшенг ТВ. Еще раз спасибо этим людям, они нас все время сопровождали. Он сейчас здесь. Это Томас Шенг. Многие знают его по видео, где мы вместе кушали плов с гастарбайтером из Узбекистана. Он известный еще как генерал Шенг. По-настоящему классный парень. И спасибо таким ресурсам, которые также поддерживают Икена. Это деятель. Да, это деятель. Ну а сейчас о той истории, о которой я хочу рассказать. И хорошо, что мы здесь открыто говорим по сравнению с другими. То, что я сейчас здесь расскажу, это всего лишь один эпизод из путешествия в Россию. Вы можете это посмотреть на Аньгюшенг ТВ. Они снимали каждый день и примерно 25 минут в день монтировали. И то, о чем я сейчас рассказываю, вы можете посмотреть. Это был эпизод, который меня очень затронул. Когда у нас побежали слезы, а потом нас здесь еще пытались деформировать и сказали, что все это было неестественно и наиграно. Я, конечно, не могу тот момент сейчас точно так же передать здесь. Мы были в городе Луга, перед Санкт-Петербургом, у могилы партизан. Большой мемориальный комплекс. Нас русские по традиции встретили накрытыми столами, хлебом и солью. Все были очень красиво одеты. То есть, вы видите, если приезжает большая делегация немецких активистов за мир, то люди празднично одеваются от уважения к нам. Они относятся с уважением к немцам, которые наконец-то приехали в Россию и протянули руку дружбы, и преклонили колени, и извинились за то, что сделали наши предки. Они для нас оделись как на праздник. Как взрослые, так и дети. Они танцевали, школьники подготовили замечательные представления. И так было практически в каждом городе. Мы возлагали венки у мемориалов, погибшим во Второй мировой, а потом мы праздновали. Пили, ели и праздновали. Плакать и смеяться. Я об этом уже говорил. Мы плакали и смеялись. Это соединяет людей. И у мемориала в городе Луга мы тоже плакали. Почему же мы плакали? Там была женщина, ей было лет 80. После возложения венков, Райна Ротфус был с нами. Мои друзья стояли рядом. Что я хотел сказать? Мне опять хочется плакать. Да, мой друг, мы там вместе плакали. И эта женщина рассказала, ей было 3 года. И она была там, где сейчас находится это захоронение, возле Санкт-Петербурга. Ей было 3 года. И она жила в деревне в лесу. Там очень красивые березовые рощи. Если едешь по России, там очень красивые березовые леса. Мы их с тобой, Томас, видели в старых русских сказках, когда были детьми. Эти русские березовые рощи действительно существуют. И в одной из таких березовых рощ жила эта женщина, когда она была трехлетней девочкой. И пришли немцы, сказала она. И потом пришли немцы. И для нее это были мужчины в черных кожаных плащах с автоматами. И тут она начала плакать. Переводчица начала плакать. Потом я начал рыдать, и все начали плакать, кто там был. И она в слезах рассказывала о том, как была разрушена вся ее семья. Немцы пришли в деревню без каких-либо эмоций. Наверное, это были люди из СС. Пришли в деревню и сразу отделили женщин от мужчин. Мужчин за домом тут же расстреляли. Ее отец, ее братья были сразу расстреляны. Представьте себе сейчас это. Вы где-то живете, и неожиданно приходит кто-то, и не важно кто, какие-то люди с автоматами к вам в дом, когда вы в воскресенье пьете кофе, говорят на языке, который вы не понимаете, хладнокровно уводят людей, и вы слышите только... Ей было три года. Ее мать посадили в грузовик, скорее всего, увезли в концлагерь. Она ее больше никогда не видела. Она рассказывала это, и мы все плакали. Она рассказывала, как она слышала крики матери. Опять слезы. Я посмотрел видео об этой истории, и о чем хотел сказать Ова. Эта женщина там сказала, что она помнит немцев только в черных одеждах и с автоматами. И что она очень рада, что смогла в жизни встретить немцев, которые хотя и тоже в черных кожаных куртках, но пришедшие с миром. И с другой стороны, это означает, что они не хранят обиды. И я был очень удивлен, что вам разрешили почтить память и немецких солдат, ведь они тоже жертвы, но они были и преступниками. И эта женщина сказала после церемонии, я перед ней преклонился, она гладила мою голову и сказала «Парень, ты же в этом не виноват. Те, кто сейчас здесь, они ведь не виноваты. Это уже прошлое. Мы вас простили. Русские нам почти всегда говорили, когда мы извинялись, вы не должны извиняться. Вовсе не должны извиняться. Это были предки с промытыми мозгами. Нашим предкам тогда промыли мозги. Как и сейчас тоже промывают мозги». И потом она сказала, когда мы прощались, она в слезах сказала «Хорошо, что вы приехали. Я за свои 80 лет впервые вижу других немцев, которые не в черных плащах и с автоматами. Вы только задумайтесь, нам, простым гражданам, приходится это делать. Насколько слаба наша внешняя политика, насколько слабы эти господа там наверху. Чтобы они через 70 лет, на 70-летие после окончания Второй мировой, не поехали в Россию, не едут к народу, который потерял 27 миллионов человек. Не едут, чтобы хотя бы подать знак, как это сделал Вилли Брандт. Мы же здесь с вами на улице Вилли Брандта. И был тоже очень хороший эпизод. Мы были в Москве, опять возлагали цветы под проливным дождем. Это был самый сильный дождь за последние 130 лет. Это нам сказал Сергей Фиба с «Голоса Германии», которому мы бесконечно благодарны. Без него бы в России все бы так не получилось. 130 лет не было такого дождя. И там один пожилой ветеран под проливным дождем на Красной площади сказал «Я горжусь вами, вы для меня 250 Вилли Брандтов». Мы сейчас с вами стоим на площади Вилли Брандта. Русский, который войну пережил ребенком, говорит «Вы для меня 250». Да, у нас было 235. Да, сейчас многие начнут поправлять. Он преувеличивает. Он делает миллионы. Но нас было только 235. Но он думал, что 250. 250 Вилли Брандтов. Мы были в шоке. Русский человек нам такое говорит. Видимо, после Вилли Бранта никто больше такое не делал. Не преклонял колени. Так много времени уже прошло. Понимаешь, Кен? Простые граждане. Ты, я, они, деятели. Мы можем нести мир в страны, посещая их. Вот так просто это. Человек человеку. Нас приглашали в гости. Принимали на ночлег в семьи. Я бы мог часами об этом сейчас рассказывать. Посмотрите «Аньгишенг ТВ». Вы можете там сами все увидеть. Каждый день пережиты нами. А теперь еще раз о передаче с ЦДФ «Фронталь». Может, это потому «Фронталь». Потому что они открыли новый фронт. «Фронт против фронта за мир». Эта передача, ее даже, по-моему, награждали, да? Супер честная журналистика в Германии. Потому что они такие критичные. Они нас неделю назад, а во вторник выйдет вторая часть. Я в одном из видео в Фейсбуке сказал. Я с нетерпением жду, ведь они как-то забыли рассказать обо мне в первом видео. Я был там на мгновение в кадре. По Райнеру они хорошо прошлись. По одному из Франкфурта. Но не очень страшно. У меня же они брали интервью в Польше на парковке. Я там, как и здесь, 20 минут произнес рассерженную речь в сторону камеры от «Фронталь-21». Я все еще жду, когда они меня покажут. Может, покажут во вторник. И, конечно же, они опять возьмут всего одно предложение. Возможно, не совсем удачное. Или где я сорвался. Скажут «Какой злой!» Вот такой он, так называемый, активист за мир. Потому что я зол. И из этого они что-нибудь склеят. Может быть, во вторник и покажут. И они называют нас, то есть, что я вам сейчас рассказывал, Это лишь малая часть всего. Они, нас 235 человек от 5 до 80 лет. Представители всех слоев и профессий. Среди нас были врачи, уборщицы. Были безработные, простые рабочие, предприниматели. Это была просто замечательная смешанная кампания. Из Австрии, Швейцарии, Германии, Турции, США, Канады. Это была интернациональная кампания. Но больше всего было немцев, которые собрали последние деньги, чтобы туда поехать. И нас в прошлой программе «Фронталь-21» всех перемешали и сказали, что, во-первых, нас проплатил Путин. Я вам честно скажу, у меня сейчас русский хлеб в руках. И, наверное, мне его сам Путин дал перед началом. Нет, это настолько все примитивно и противно. Тут я могу только злиться. Это телевидение мы с вами оплачиваем обязательным налогом. Вы это оплачиваете. Я уже давно не плачу этот обязательный налог. У меня вот такая стопка дома счетов за телевидение. И каждый месяц начисляют все больше и больше. И я еще подожду, пусть меня посадят. Это будет для нас хорошая реклама. Пусть меня заберут, жду с нетерпением. Но я не буду платить налог за телевидение, которое меня и моих друзей из движения «За мир». За честный и с честными намерениями автопробег «За мир» они меня и моих друзей там деформировали. Назвали нас так называемые. Это низкий прием пропаганды. Они сказали так называемый пробег «За мир». И так называемые активисты «За мир». Кен, они на большее не осмелились. Сильнее им нельзя нас атаковать. Потому что люди же не тупые, могут и в интернете посмотреть. Так называемые – это же не преступники. Это было бы страшнее. Но так называемые – это все же деформирование. Это пропаганда. Они нас назвали так называемые. Меня. Я 25 лет активист. Так называемый активист «За мир». Со мной такое не пройдет. Я ничего не боюсь. И Кен тоже. Мы это переживем. Советую вам посмотреть на «Аньгюшэнг ТФАУ» и «ЦДФ» из того, что я вам сейчас рассказывал. Сделали такое. Вы же можете сами все посмотреть. Все же запечатлено в замечательном фильме. Кен ФМ тоже еще сделают фильм о России. Это один пример из того, как наши СМИ, нас – начало замечательного движения. Да, вы правы. Это так называемые журналисты. Сейчас мы можем это сказать. Так называемые журналисты. Но они всегда кидают камень первым. Знаете, что самое главное в пропаганде? Бросить первым камень. То есть скажи первым, это он навонял в лифте, и все к нему повернутся. И не важно, что ты скажешь, когда кто-то на тебя указывает пальцем. Скажешь, это не я. Скажешь, да-да, это он точно. А если скажешь, да-я, ну да, он же сказал, значит ты. Ты не можешь больше оправдаться, если кто-то скажет, что это был ты. Вам это знакомо с детства, не правда ли? И не важно, что ты скажешь. И как раз это и делают СМИ. Они говорят, Путин сбил MH17. Через день после крушения. Без доказательств. Они медиально кидают первый камень. И деформируют этим самым целый народ. Для того, чтобы добиться своих целей. Это и есть пропаганда. Они говорят еще до того, как мы что-либо скажем. Это так называемое движение за мир. Эти страшные новые правые. Антисемиты. Они всегда вербально кидают первыми камень. И это остается у людей в головах. Это пропаганда. Ты просто должен самым первым сказать. Вот тот человек большой негодяй. И ему потом нужно будет оправдываться. А люди скажут, что это всего лишь оправдание. Вот так это работает. И они это делают уже долгие годы. Давайте это больше не позволим. Проснемся. То, что Кент сейчас сказал, это важно. Я не хочу сейчас против Фронталь открывать новый фронт. Я живу в Берлине и в Майнце. И я, конечно, мог бы их подстереть. И с моим автомобилем мира. А в нем две тонны веса. И въехать в ЦДФ. Нет, но я этого не сделаю. Это же ничего не даст. Если я сейчас разозлюсь. И как говорит Кен, нужно за что-то зацепиться. И через наши видео тоже. Как Кен рассказывал, что его видео смотрит женщина, которая работает в Атлантик-брюке. Вот это нам нужно сделать. Мы должны как троянский конь. Незаметно через сеть. И редакторы ЦДФ тоже тайно смотрят. И они сейчас могут увидеть мое видео о их программе. Вот так мы должны. Спокойно. Хотя у меня это, конечно, очень плохо получается. Но спокойно и целенаправленно. Мы с Кеном уже это делаем долгие годы. Мы должны попытаться проникнуть в их головы. Попытаться их размягчить, чтобы они услышали аргументы и подумали. Черт возьми, я же нахожусь не на той стороне. Ведь все больше людей просыпается. Эдвард Сноуден. Я, кстати, советую посмотреть всем фильм о нем. Я его уже посмотрел. Классный фильм и классный парень. Подумайте, кто здесь в этом мире империя. Люди, которые поднимают ковер, из-под которого воняет, как Эдвард Сноуден в Соединенных Штатах. Их преследуют и хотят судить. Тех, кто ищет правду. Это фашизм. Американский фашизм. Людей, которые ищут правду, их деформируют. Людей, которые рассказывают правду, их испепеляют в СМИ. Не забывайте подписаться на группы Голоса Германии ВКонтакте, в Одноклассниках, в Твиттере и в Фейсбуке, где мы публикуем также и дополнительную информацию о происходящем в Германии. Все ссылки, а также на... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова